Уже традиционно открытие сезона фонтанов в областной столице сопровождается общегородскими праздниками. В этом году одним из первых заработал фонтан в сквере Героев Чернобыля. Посмотреть на запуск пришли жители различных районов города, причем для каждого это событие имело свое значение. В юность вспоминается и фонтаны, здесь очень хорошо, посидеть можно старикам. Это начало весны, начало лета, предвестие праздника, победы. Каждый год на открытие фонтанов нам очень нравится, весело, задорно, красиво все. Как ты думаешь, для чего фонтаны нужны? Чтобы пускать воду. А зачем воду пускать нужно? Для праздника. Праздничное настроение создавали и различные коллективы, которые выступили на мероприятии. В итоге настроение у горожан так поднялось, что у некоторых даже душа запела. И тверетяне внесли свой вклад в творческую составляющую мероприятия. Холодок бежит за вором, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. В то время как сам запуск фонтана занял всего несколько секунд, подготовка к этому моменту проходила в течение нескольких недель. Необходимо было его очистить, расконсервировать, установить насадки и насосы. Но что самое важное, с окончанием холодов, фонтан в сквере Героев Чернобыля был в рабочем состоянии. Его не разрушили ни время, ни вандалы. Однако ремонт сооружений, установленному в 2006 году, по мнению администрации Московского района, все-таки не помешал бы. Несмотря на то, что фонтан очень такой теплый, дорогой нам, он требует реконструкции. И я думаю, что в ближайшие годы мы обязательно запланируем и средства, и закажем проект. Еще больше в ремонте нуждается фонтан на площади рядом с цирком, который также был запущен 30 апреля. Его реконструкция, если проводить ее качественно, по словам специалистов, может стоить около 3,5 миллионов. Если деньги найдутся, то ремонт будет проведен уже в этом году. Добавим, что к 1 мая в городе запустят все фонтаны. Большинство из них будет работать до 1 октября. Светлана Маркина, Максим Андреев, РНТВ, Пилот.